Здесь для того, чтобы все части тела были закрыты, застёгивается замочек, потом здесь липучка и также идёт завязка для того, чтобы вообще всё было закрыто. На складе Ульяновской областной больницы хранятся средства индивидуальной защиты для всех медучреждений, борющихся с COVID-19. Здесь больше 7 тысяч защитных костюмов, более 750 очков, 50 штук респираторов 2-го класса и 637 3-го класса. Это не считая СИЗов, в которых прямо сейчас находятся и работают медики. Областная больница заключила контракт на региональные средства наши, на 32 миллиона, на СИЗы для всей области. На данный момент я считаю, что все учреждения обеспечены СИЗами и проблем нет. По любому запросу наше министерство Валентина Геройственна сразу реагирует. То есть поступает мне смс, кому сколько выписывать. Мы выписываем накладные через доверенность. Учреждения приезжают и получают. Наличие средств защиты в больницах постоянно контролируется. Этим занимается специальная комиссия, в состав которой входят представители медицинской палаты. Специалисты выезжают на места по первому звонку. Одним из последних поводов для проверки стал комментарий в социальных сетях, где пациент пожаловался на отсутствие средств защиты у врачей Ульяновской областной больницы. В отношении областной больницы я скажу, что факт не подтвердился по части недостаточного обеспечения средствами индивидуальной защиты. Если поступают такие сигналы, мы выезжаем сразу. Но вот я говорю, что больше всего таких сигналов было с медсанчасти. Мы выезжали туда вместе с министром в медсанчасть, проводили встречу с персоналом. Сейчас заключен еще один контракт на покупку средств индивидуальной защиты. Производством защитных костюмов от коронавируса занимается одна из ульяновских фабрик. Сегодня такие комбинезоны делают из тайвика. Материал, в котором легче дышится. Комплект не шуршит, а значит не мешает работе. К тому же он многоразовый. Костюм подлежит дезинфекции. В такой амуниции специалист выдерживает 8-ми или 9-ти часовой рабочий день. У нас есть определенные правила и требования по тому, как одевать этот костюм, где этот костюм одевать. Ну как, жарко, конечно, но к всему человек может привыкнуть, если это надо. Я мечтаю о том, чтобы эпидемия остановилась, и у всех все было хорошо, и мы вернулись вообще к прежнему режиму работы и жизни. В регионе развернуто 683 койки для больных новой коронавирусной инфекцией. Из них с подачей кислорода – 496, с аппаратами ИВЛ – 74. В настоящее время, в соответствии с уровнем заболеваемости на текущий момент, существует потребность в развертывании дополнительного коечного фонда. И в настоящее время на базе Ульянского областного клинического госпиталя ветеранов войн эта работа проводится. В госпитале выделят 84 койки для завершения лечения ковидных пациентов. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова